Вместо учебников – мячи и ракетки, вместо школы – спортивные площадки. Так необычно начался новый учебный год для более полутора тысяч школьников из 76 регионов нашей страны. В сентябре ребята встретились во Всероссийском детском центре «Орленок» на финале президентских спортивных игр. На протяжении трех недель мальчишки и девчонки отстаивали честь своей школы в четырех обязательных и трех дополнительных видах спорта. Подробности всероссийских соревнований в материале моей коллеги Изабелла Аксютичевой. Уже с первых дней соревнований школьники удивляют судейскую коллегию своей подготовкой. Стритбол или уличный баскетбол – именно с него начинается обязательная программа президентских игр этого года. С условиями такого вида спорта знакомы на всех дворовых площадках страны. Отличия от обычного баскетбола небольшие. Играют на одно кольцо по три человека от команды. Нас очень сильно гоняют, много, чтобы была сильная дыхалка, броски. Тренировка длится два часа. Но это хорошо. На тренировке мы больше работаем, чем на игре. Физически, конечно, дети в этом году очень подготовлены хорошо. Особенно баскетбол. Уровень был очень сильный по сравнению даже с прошлым годом. Хотя возраст один и тот же, то есть 14-15 лет. Для Артема Назарова и Саратовской области включение настольного тенниса в обязательную программу стало приятным сюрпризом. Он уже четыре года проводит с ракеткой свое свободное время и в школе, и дома. Но только здесь, в Орленке, Артем встретился по-настоящему с сильными противниками. Практически без разницы, занимаются, не занимаются. Когда выходишь, собственно, идешь за стол, то там волнение, там никакой роли не играть, занимаешься ты или нет. Поэтому, ну и удача. Какую-то роль, конечно, сыграет удача. Плавание – традиционный вид состязаний. В этом году мальчишки и девчонки в нем соревнуются вместе. Заплыв на 50 метров, 16 пловцов от каждой команды преодолевают вольным стилем. Ну, мне все очень нравится. Несмотря на то, что мы сейчас побывем последними, мы в первый раз здесь, это очень даже хорошие результаты для нас. По сути, мы ехали на соревнования, но тут оказалось настолько весело и хорошо. У нас много образовательных каких-то мероприятий. Мне все это очень нравится, и это подготовить нас к соревнованиям чисто духовно. Для тех ребят, которые сюда приехали, достаточно пока что достойно все выглядят. Все умеют плавать. Правда, были исключения, где ребята сомневались в своих силах. Самое главное, чтобы все доплыли, и ни с кем не случилось несчастного случая. Атмосфера полной тишины – одна из особенностей борьбы в интеллектуальном виде спорта – шашках. Как это ни удивительно, но многие ребята впервые сели за шахматные доски, а правила узнали за несколько дней до соревнований. Так Сергей Баранов из Ярославской области предпочитает командные виды спорта. На родине уже 9 лет занимается хоккеем, а на президентских играх представляет команду в баскетболе и плавании. А вот шашки стали для него открытием. Шашками я занимаюсь совсем недавно. Играю я со своими друзьями на любительском уровне. В основном начали играть только в поезде. Защита готова? Готова! Нападение! По правилам состязаний команды должны участвовать еще и как минимум в одном дополнительном виде спорта. На выбор лапта, велоспорт и тег-регби. В русскую народную игру с мячом и битой вызвались играть 40 команд. Кто-то впервые знакомится с лаптой, а вот команда из Белгородской области готовилась к этим играм серьезно. Ребята тренировались на уроках физкультуры и ходили в спортивную школу. Лапта у нас есть в программе. У нас есть даже городские соревнования, муниципальный этап спорта-киада школьников. У нас есть русская лапта. Но в мини-лапту мы играем впервые. Там есть небольшие отличия. Но мы научились. Пока у нас все в порядке. Мы вообще первоначально, конечно, волновались. Мы думали, что они будут немного посильнее. А у нас все получилось. У меня получились удары. Одна. Марш! Номер 46 на старте. На соревнованиях по маунтинбайку ребятам не повезло с погодой. Из-за дождей судьи упростили трассу. Убрали самые опасные участки. Но, тем не менее, на маршруте не обходится без падений. Велосипед в таких условиях становится практически неуправляемый. Соревнования были замечательные. Интересно из-за того, что начался дождь. Трасса полностью поменяла вид. И новые ощущения. Ехать было совсем не как первый раз, неописуемо. Но трасса, третья особенно, очень плохо. Дождь идет сильный, грязливый, все грязные. Я чуть там на двух поворотах не упал. Бегать уже устал. Маунтинбайк – это вид велосипедных гонок по пересеченной местности с большим количеством поворотов, подъемов и спусков. С каждым годом все больше школьников начинает профессионально им заниматься. На кого-то уже обращаю внимание. Смотрю, да, на самом деле есть такие. И мне понравились ряд спортсменов из Пермской, из Владимирской областей. Но это не спортсмены, а школьники. Поэтому после окончания соревнований, видимо, к ним буду подходить, буду разговаривать. Может быть, даже рекомендовать переехать в какой-то регион. Где есть училище Олимпийского резерва для дальнейшего роста. На заключительном этапе соревнований ребята знакомятся с бесконтактным видом регби. Так называемым тег-регби. Здесь проверяют свои силы 27 команд. В экипировке ребят – пояс с двумя липучками. Отстегивание одного из них равноценно захвату в большом регби. Поэтому этот вид спорта наименее травмоопасен для школьников. Команде из города Таганрога Ростовской области именно эта игра понравилась больше всего. Хотя мальчишки и девчонки соревновались во всех заявленных видах спорта. Незнакомая нам игра Тег-регби, которая похожа на другие подвижные игры. Также хотели попробовать свои силы и учились по ходу игры. Мы считаем, что успех прохода в восьмерку – это замечательно. Мы просто вообще в первый раз в эту игру играем. Играли мы для себя, проиграли, конечно. Но зато получили море эмоций и удовольствия от этой игры. По итогам финала президентских спортивных игр победители награждают в каждом виде спорта, а также в общекомандном зачете. Особыми подарками на церемонии награждения лучших игроков отмечает Федерация детского Тег-регби. А победители фаунтинбайки получают фирменные шлемы, толстовки, секундомеры от компании «Фокс» – мирового лидера в производстве мотоэкипировки. Мне понравилось абсолютно все. Настроение радостное, счастливое. Я очень счастлива, что мы приняли участие в президентских спортивных играх 2016 года. Мы приехали сюда, конечно же, побеждать. И мы победили в первую очередь самих себя. Свои страхи, поставили свои рекорды. Кубок за третье место получает команда из Удмуртии. С серебряными призерами домой возвращаются ребята из команды Иркутской области. А победителями президентских спортивных игр в этом году становятся школьники Москвы. Это финал всероссийских игр, а значит здесь нет проигравших, но есть победители. Такие соревнования прививают любовь к спорту не на день или неделю, а на долгие годы. И эти медали – возможно только начало их спортивной карьеры.